Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Браслев-Брушковский Глава тринадцатая Пору Антоу Марии Муравьевский пост Первая, вторая и третья падь Соловьевка Людога Голый мыс Мицулька Лиственничная Хомутовка Большая Елань Владимировка Ферма или фирма Луговое Поповские юрты Березники Кресты Большое и Малое Такое Галкино-Вроское Дубки Найбучи Море Обзор населенных мест Корсаковского округа я начну с селений, которые расположены по берегу Анивы. Первая, на четыре версты восточнее и южнее поста, называется по-япунски Поро-Анто-Мари. Основано оно было в 1882 году на месте бывшей здесь когда-то Айнской деревушки. Жителей 72, 53 мужчин и 19 женщин. Хозяев 47, и из них 38 живут бобылями. Как не кажется просторно вокруг селения, а все же на каждого хозяина приходится только одна четвертая десятины пахотной земли и меньше, чем полдесятины покосной. Значит, добыть больше негде или очень трудно. Тем не менее, все-таки, если бы Поро-Анто-Мари было на севере, то в нем давно бы уже было 200 хозяев и при них 150 совладельцев. Южная администрация в этом отношении более умерена и предпочитает основывать новые селения, чем расширять старые. Тут я записал девять стариков в возрасте от 65 до 85 лет. Один из них – Ян Рыцеборский, 75 лет, с физиономией солдата времен Очаковских, до такой степени стар, что, вероятно, уже не помнит, виноват он или нет. И как-то странно было слышать, что все это бессрочные каторжники, злодеи, которых барон Александр Николаевич Корф только во внимание к их преклонным летам приказал перевезти в поселенцы. Костин, поселенец, спасается в землянке, сам не выходит наружу и никого к себе не пускает, и все молится. Поселенца Горбунова зовут все рабом Божьим, потому что на воле он был странником. По профессии он маляр, но служит пастухом в третьей паде, быть может, из любви к одиночеству и созерцанию. Верст на 40 восточнее есть еще, впрочем, уже только на карте, Муравьевский пост. Основан он был сравнительно давно, в 1853 году, на берегу бухты Лососей. Когда же в 1854 году прошли слухи о войне, то он был снят и возобновлен лишь через 12 лет на берегу залива Буссе или 12-футовой гавани. Так называется неглубокое озеро, соединенное с морем протоком, куда могут входить только мелкосидящие суда. При Митсуле в нем жило около 300 солдат, которые сильно болели цингой. Целью основания поста было упроучение русского влияния на Южном Сахалине. После же трактата 1875 года он был упразднен за ненадобностью, и покинутые избы, как говорят, сожжены были беглыми. Тут когда-то были муравьевские копии, в которых добыча угля производилась постовыми солдатами из разряда штрафованных. То есть была тут своя маленькая каторга. Назначало их на работы местное начальство в наказание за незначительное, впрочем, преступление, по словам Митсуле. В чью пользу, однако, поступила бы выручка, если бы добытый солдатами уголь был продан, сказать нельзя, так как весь он сгорел вместе с постройками. До 1870 года военными властями были основаны еще посты Чебисанский, Очехпокский, Мануйский, Малковский и многие другие. Все они уже брошены и забыты. К селениям, которые лежат западнее Корсаковского поста, ведет веселая дорога у самого моря. Направо глинистые крутизны и осыпи, кучерявые от зелени, а налево – шумящее море. На песке, где волны уже разбиваются в пену и точно утомленные катятся назад, коричневым бордюром лежит по всему побережью морская капуста, выброшенная морем. Она издает приторно-слащавый, но не противный запах гниющей водоросли, и для Южного моря этот запах так же типичен, как ежеминутный взлет диких морских уток, которые развлекают вас все время, пока вы едете по берегу. Пароходы и парусные суда здесь редкие гости. Ничего не видно ни возле, ни на горизонте, и потому море представляется пустынным. И изредка разве покажется неуклюжая сеноплавка, которая движется еле-еле, иногда на ней темный, некрасивый парус, или каторжный бредет по колено в воде и тащит за собой на веревке бревно. Вот и все картины. Вот крутой берег прерывается длинною и глубокую долиной. Тут течет речка Унтанай, или Унта, и возле была когда-то казенная Унтовская ферма, которую каторжники называли Дранкой. Понятно, почему. В настоящее время здесь тюремные огороды и стоят только три поселенческие избы. Это первая падь. Затем следует вторая падь, в которой шесть дворов. Тут у одного зажиточного старика-крестьянина из сынных живет в сожительницах старуха девушка Ульяна. Когда-то очень давно она убила своего ребенка и зарыла его в землю. На суде же говорила, что ребенка она не убила, а закопала его живым. Это, думала, скорее оправдают. Суд приговорил ее на 20 лет. Рассказывая мне об этом, Ульяна горько плакала, потом вытерла глаза и спросила, капустки кисленькой не купите ли? В третьей паде семнадцать дворов. Во всех этих трех селениях жителей сорок шесть, в том числе женщин семнадцать, хозяев двадцать шесть. Люди здесь все основательные, зажиточные, имеют много скота и некоторые даже промышляют им. Главной причиной такого благосостояния следует признать, вероятно, климат и почвенные условия. Но я думаю также, что если пригласить сюда чиновников из Александровска или Дуэ и попросить их распорядиться, то через год же во всех трех падях будет не двадцать шесть, а триста хозяев, не считая совладельцев, и все они окажутся дома не рачители и самовольные и будут сидеть без куска хлеба. Примера этих трех маленьких селений, я думаю, достаточно, чтобы, наконец, взять за правило, что в настоящее время, пока еще колония молода и не окрепла, чем меньше хозяев, тем лучше, и что чем длиннее улица, тем она беднее. На четвертой версте от поста находится Соловьевка, основанная в 1882 году. Из всех сахалинских селений она занимает наиболее выгодное положение. Она при море, и, кроме того, недалеко от нее находятся устья рыбной речки Сусуи. Население держит коров и торгует молоком, занимается также хлебопашеством. Жителей 74, 37 мужчин и 37 женщин, хозяев 26. Все они имеют пахотную и покосную землю, в среднем по одной десятине на душу. Земля хороша только около моря, по скатам берега, дальше же она плоха, из-под ели и пихты. Есть еще одно селение на берегу Анивы, далеко в стороне верст за 25 или, если плыть к нему морем, в 14 милях от поста. Оно называется Лютуга, находится в пяти верстах от устья реки того же имени и основано в 1886 году. Сообщение с постом крайне неудобное, пешком по берегу или же на катере, а для поселенцев на сеноплавке. Жителей 53, 37 мужчин и 16 женщин, хозяев 33. Что же касается береговой дороги, то она, минуя Соловьевку около устья Сусуи, круто поворачивает вправо и идет уже по направлению к северу. На карте Сусуя своими верховьями подходит к реке Найбе, впадающей в Охотское море, и вдоль этих обеих рек, почти по прямой линии от Анивы до восточного берега, протянулся длинный ряд селений, которые соединены непрерывной дорогой, имеющей в длину 88 верст. Этот ряд селений составляет главную суть Южного округа, его физиономию, а дорога служит началом того самого магистрального почтового тракта, которым хотят соединить Северный Сахалин с Южным. Я утомился или обленился, и уж на юге работал не так усердно, как на севере. Часто целые дни уходили у меня на прогулки и пикники, и уже не хотелось ходить по избам, и когда мне любезно предлагали помощь, то я не уклонялся от нее. В первый раз до Охотского моря и назад я проехался в обществе господина Белого, которому хотелось показать мне свой округ, а затем, когда я делал перепись, меня всякий раз сопровождал смотритель поселений Ярцев. В сентябре и в начале октября, исключая те дни, когда дул Норд-Ост, погода стояла превосходная, летняя. Едучи со мной, господин Белый жаловался мне, что он сильно тоскует по Малороссии, и что ничего ему так не хочется теперь, как посмотреть на вишню в то время, когда она висит на дереве. На ночлегах в надзирательских он просыпался очень рано. Проснешься на рассвете, а он стоит у окна и читает в полголоса «Белый свет занялся над столицей, крепко спит молодая жена». И господин Ярцев тоже все читал наизусть стихотворения. Бывало, как скучно станет и в дороге, попросишь его прочесть что-нибудь, и он прочтет с чувством какое-нибудь длинное стихотворение, а то и два. Селения Южного округа имеют свои особенности, которых не может не заметить человек, только что приехавший с севера. Прежде всего, здесь значительно меньше нищеты, неоконченных, брошенных из или забитых наглухо окон я не видел вовсе, и тесовая крыша здесь такой же заурядное и привычное для глаз явление, как на севере солома и корье. Дороги и мосты хуже, чем на севере, особенно между малым такое и сианцами, где в половодье и после сильных дождей бывает непроходимая слякоть. Сами жители выглядят моложе, здоровее и бодрее своих северных товарищей, и это так же, как и сравнительное благосостояние округа, быть может, объясняется тем, что главный контингент ссыльных, живущих на юге, составляет краткосрочное, то есть люди по преимуществу молодые и в меньшей степени изнуренные каторгой. Встречаются такие, которым еще только 20-25 лет, они уже отбыли каторгу и сидят на участках и немало крестьян из ссыльных в возрасте между 30 и 40 годами. По той же причине, например, в Корсаковском посту поселенцы в возрасте от 20 до 45 лет составляют 70% всего числа жителей. Прежде был скорее обычай, чем правило, при распределении вновь пребывающих арестантов по округам назначать краткосрочных как менее преступных и закоренелых на юг, где теплее. Но при определении долго и краткосрочных по статейным спискам не всегда соблюдалась необходимая осторожность. Так, бывший начальник острова генерал Гинца, так, бывший начальник острова генерал Гинца, как-то прочитывая на пароходе статейные списки, сам отобрал краткосрочных и назначил их к отправке на юг. Потом же среди этих счастливцев оказалось 20 бродяг и непомнящих, то есть самых закоренелых и безнадежных. В настоящее время упомянутые обычаи, по-видимому, уже оставлены, так как на юг присылаются долгосрочные и даже бессрочные, а в страшной воеводской тюрьме и в руднике я встречал краткосрочных. В пользу южных сиреней говорит также и то обстоятельство, что здешние крестьяне не торопятся уезжать на материк. Так, в только что описанный Соловьевке из 26 хозяев 16 имеют крестьянское звание. Женщин очень мало. Есть селения, где нет ни одной женщины. Сравнительно с мужчинами, они выглядят в большинстве больными и старухами, и приходится верить здешним чиновникам и поселенцам, которые жалуются, что с севера всякий раз присылают им одних только завалященьких, а молодых и здоровых оставляют себе. Доктор Зе Кей говорил мне, что как-то исполняя должность тюремного врача, он вздумал осмотреть партию вновь прибывших женщин, и все они оказались с женскими болезнями. На юге в обиходе совсем не употребляется слово «совладелец» или «половинщик», так как здесь на каждый участок полагается только по одному хозяину, но так же, как и на севере, есть хозяева, которые лишь причислены к селению, но домов не имеют. Как в посту, так и в селениях совсем нет евреев. В избах на стенах встречаются японские картинки. Приходилось также видеть японскую серебряную монету. Первое селение по Сусуе – Голый Мыс. Существует оно лишь с прошлого года, и избы еще не достроены. Здесь двадцать четверо мужчин и ни одной женщины. Стоит селение на Бугре, который и раньше назывался Голым Мысом. Речка здесь не близко от жилья, надо к ней спускаться. Колодца нет. Второе селение – Мицулька, названное так в честь Михаила Семеновича Мицуля. В экспедиции 1870 года, посланный из Петербурга под начальством Власова, принимал участие также агроном Михаил Семенович Мицуль, человек редкого нравственного закала, труженик, оптимист и идеалист, увлекавшийся и при том обладавший способностью сообщать свое увлечение и другим. Ему в то пору было около тридцати пяти лет. К возложенному на него поручению он отнесся с замечательной добросовестностью. Исследуя почву, флору и фауну Сахалина, он исходил пешком нынешние Александровский и Тымовский округа, западные побережья, всю южную часть острова. Тогда на острове совсем не было дорог, лишь кое-где попадались жалкие тропинки, исчезавшие в тайге и болотах, и всякое передвижение конное или пешее было истинным мучением. Идея ссыльнохозяйственной колонии поразила и увлекла Митсуля. Он отдался ей всею душой, полюбил Сахалин, и подобно тому, как мать не видит в своем любимом детище недостатков, так он на острове, который сделался его второй родиной, не замечал промерзлой почвы и туманов. Он находил его цветущим уголком земли, и этому не могли мешать ни метеорологические данные, которых, впрочем, тогда почти не было, ни горький опыт прошлых лет, к которому он относился, по-видимому, недоверчиво. А тут еще дикий виноград, бамбук, гигантский рост трав, японцы. Дальнейшая история острова застает его уже заведующим, статским советником, все еще увлекающимся и неутомимо работающим. Умер он на Сахалине от тяжелого нервного расстройства 41 года, и я видел его могилу. После него осталась книга «Очерк острова Сахалина в сельскохозяйственном отношении» 1873 года. Это длинная ода в честь сахалинского плодородия. Когда дороги еще не было, то на месте теперешней Митсульки стояла станция, на которой держали лошадей для чиновников, едущих по казенной надобности. Конюхам и работникам позволено было строиться до срока, и они поселились около станции и завели собственное хозяйство. Дворов тут только десять, а жителей двадцать пять, шестнадцатеро мужчин и девять женщин. После 1886 года окружной начальник не позволял уже никому селиться в Митсульке и хорошо делал, так как земля здесь неважная и лугов хватает только на десять дворов. Теперь в селении семнадцать коров и тринадцать лошадей, не считая мелкого скота, и в казенной ведомости показаны шестьдесят четыре курицы, но всего этого не станет вдвое больше, если удвоить число дворов. Говоря об особенностях селения Южного округа, я забыл упомянуть еще об одной. Здесь часто отравляются борцом – акунитум напеллус. В Митсульке у поселенца такого свинья отравилась борцом. Он сжадничал и поел ее печенки и едва не умер. Когда я был у него в избе, то он стоял через силу и говорил слабым голосом, но о печенке рассказывал со смехом, и по его все еще опухшему синебагровому лицу можно было судить, как дорого обошлась ему эта печенка. Немного раньше его отравился борцом старик коньков и умер, и дом его теперь пустует. Этот дом составляет одну из достопримечательностей Митсульки. Несколько лет тому назад бывший смотритель тюрьмы Эл, принявший какое-то вьющееся растение за виноград, доложил генералу Гинце, что в Южном Сахалине есть виноград, который с успехом можно культивировать. Генерал Гинце немедленно приказал узнать, нет ли среди арестантов человека, работавшего когда-либо на виноградниках. Такой скоро нашелся. Это был поселенец Раевский, мужчина по преданию очень высокого роста. Он объявил себя специалистом, ему поверили и на первом же отходящем пароходе отправили при бумаге из Александровского поста в Корсаковский. Тут его спросили, зачем приехал? Он ответил, разводить виноград. Посмотрели на него, прощали бумагу и только плечами пожали. Виноградарь пошел бродить по округу, заломив шапку. Так как он был командирован начальником острова, то не счел нужным явиться к смотрителю поселений. Произошло недоразумение. В Митсульке его высокий рост и достоинства, с каким он держал себя, показались подозрительными. Его приняли за бродягу, связали и отправили в пост. Тут долго держали его в тюрьме и наводили справки, потом выпустили. В конце концов он поселился в Митсульке, здесь и умер, а Сахалин так и остался без виноградников. Дом Раевского пошел в казну за долг и был продан Конькову за 15 рублей. Старик Коньков, когда платил деньги за дом, лукаво подмигнул глазом и сказал огрушному начальнику, а вот погодите, умру, и вы опять с этим домом хлопотать будете. И в самом деле в скором времени отравился борцом и теперь казне опять приходится возиться с домом. Один ссыльно-каторжный подал мне что-то вроде прошения с таким заглавием «Конфиденциально кое-что из нашего захолустья великодушному и благосклонному литератору господину Че, осчастливившему посещением недостойный остров Сахалин». Пост Корсаковский В этом прошении я нашел стихотворение под заглавием «Борец». Горделиво растет над рекой на болотистом месте в лощине листик тот синий красивый такой Аконитом слывет в медицине Этот корень борца посаженный рукой творца часто народ соблазняет в могилу кладет к Аврааму на лона ссылает В Мицульке живет Сахалинская Гретхен дочь поселенца Николаева Таня уроженка Псковской губернии 16 лет она белокура тонка и черты у нее тонкие мягкие нежные ее уже просватали за надзирателя бывало едешь через Мицульку а она все сидит у окна и думает о чем может думать молодая красивая девушка попавшая на Сахалин и о чем она мечтает известно должно быть одному только Богу в пяти верстах от Мицульки находится новое селение Лиственничное и дорога здесь идет с просекой через Лиственничный лес называется она также Христофоровкой потому что когда-то геляк Христофор ставил здесь на реке петли для соболей выбор этого места подселения нельзя назвать удачным так как почва здесь дурная негодная для культуры жителей пятнадцать женщин нет для тех кто выбирает места под новое селение лиственница служит признаком дурной болотистой почвы так как под почва глина не пропускает воду то образуется торф появляется богульник клюква мох сама лиственница портится делается корявой покрывается ягелем поэтому-то здесь лиственницы некрасивы мелкоствольны и высыхают не дожив до старости немного дальше на речке Христофоровке несколько каторжных занимались когда-то разными подделками из дерева им разрешено было построиться до срока но место где они поселились было признано неудобным и в 1886 году их 4 избы были перенесены на другое место к северу от лиственничного версты на 4 что и послужило основанием для селения Хомутовки называется оно так потому что поселенец из вольных крестьянин Хомутов занимался здесь когда-то охотой жителей 38 25 мужчин и 13 женщин хозяев 25 это одно из самых неинтересных селений хотя впрочем и оно может похвалиться достопримечательностью в нем живет поселенец Броновский известный всему югу как страстный и неутомимый вор далее через три версты находится селение Большая Елань основанное года два тому назад Еланьями здесь называются приречные долины в которых растут Ильма Дуб Боярка Бузина Ясень Береза Обыкновенно они бывают защищены от холодных ветров и в то время как на соседних горах и трясинах растительность поражает своей скудостью и мало отличается от полярной здесь в Еланях мы встречаем роскошные рощи и траву раза в два выше человеческого роста В летние непасмурные дни земля здесь как говорится парит во влажном воздухе становится душно как в бане и согретая почва гонит все злаки в солому так что в один месяц например рожь достигает почти сажени бушины эти елани напоминающие малороссу родные левады где луга чередуется с садами и рощами наиболее пригодны для поселений тут растут пробковое дерево и виноград но они выродились и так же мало похожи на своих предков как сахалинский бамбуковый тростник на цейлонский бамбук жителей в большой елане 40 32 мужчин и 8 женщин хозяев 30 когда поселенцы раскорчевывали землю под свои усадьбы то им было приказано щадить старые деревья где это возможно и селение благодаря этому не кажется новым потому что на улице и во дворах стоят старые широколиственные ильмы точно их деды посадили из здешних поселенцев обращают на себя внимание братья бабичи из киевской губернии сначала они жили в одной избе потом стали ссориться и просить начальству чтобы их разделили один из бабичей жалуясь на своего родного брата выразился так я боюсь его как змия еще через пять верст селение Владимировка основанное в 1881 году и названное так в честь одного майора по имени Владимира заведовавшего каторжными работами поселенцы зовут ее также черную речкой жителей девяносто один пятьдесят пятеро мужчин и тридцать шесть женщин хозяев сорок шесть из них девятнадцать живут бабылями и сами доят коров из двадцати семи семей только шесть законные как сельскохозяйственная колония это селение стоит обоих северных округов взятых вместе а между тем из массы женщин приходящих на Сахалин за мужьями свободных и неиспорченных тюрьмой то есть наиболее ценных для колонии здесь поселена только одна да и та недавно заключена в тюрьму по подозрению в убийстве мужа несчастные женщины свободного состояния которых северные чиновники томят в дуэ в казармах для семейных пригодились бы здесь как нельзя кстати во Владимировке одного рогатого скота больше ста голов сорок лошадей хорошие покосы но нет хозяек и значит нет настоящих хозяйств в одном из своих приказов генерал Кананович удостоверяет что отчасти по причине своего изолированного положения и затруднительности сообщений с ним отчасти вследствие различных частных соображений и расчетов которые на глазах моих предместников разъедали дело и портили его везде куда только достигло их тлетворное дыхание Корсаковский округ постоянно был обходим и обделяем и что ни одна из самых вопиющих нужд его не была разобрана удовлетворена или представлена на разрешение приказ номер 318 1889 года во Владимировке при казенном доме где живет смотритель поселения господин Ярцев со своей женой акушеркой находится сельскохозяйственная ферма которую поселенцы и солдаты называют фирмой господин Ярцев интересуется естественными науками и особенно ботаникой растения называют не иначе как по латыни и когда у него подают за обедом например фасоль то он говорит это фасеудус своей черной собачонке он дал кличку фавус из всех сахаринских чиновников он наиболее сведущ в агрономии и относится к делу добросовестно и любовно но на его образцовой ферме урожаи часто бывает хуже чем у поселенцев и это вызывает всеобщее недоумение даже насмешки по-моему это случайная разница в урожаях имеет такое же отношение к господину Ярцеву как и ко всякому другому чиновнику ферма на которой нет ни метеорологической станции ни скота хотя бы для навоза ни порядочных построек ни знающего человека который от утра до вечера занимался бы только хозяйством это не ферма а в самом деле одна лишь фирма то есть пустая забава под фирмой образцового сельского хозяйства даже опытным полем нельзя назвать эту фирму так как в ней только пять десятин и по качествам своим как сказано в одной казенной бумаге земля нарочно выбрана ниже среднего достоинства с целью показать населению примером что при известном уходе и лучшей обработке можно и на ней добиться удовлетворительного результата здесь во Владимировке произошла любовная история некий вукол попов крестьянин застал свою жену с отцом размахнулся и убил старика его приговорили к каторжным работам прислали в Корсаковский округ и тут определили на фирму господину Ярцеву в кучера это был богатырского сложения человек еще молодой и красивый характера кроткого и сосредоточенного все бывало молчит и о чем-то думает и с первого же времени хозяева стали доверять ему и когда уезжали из дому то знали что в укол и денег не вытащит из комода и спирта в кладовой не выпьет жениться на Сахалине ему было нельзя так как на родине оставалась у него жена и развода ему не давала таков приблизительно герой героиня сын накатажная Елена Тертышная сожительница поселенца Кошелева баба вздорная глупая и некрасивая она стала ссориться со своим сожителем тот пожаловался и окружной начальник в наказание назначил ее работницей на фирму тут увидел ее в укол и влюбился она его тоже полюбила сожитель Кошелев вероятно заметил это потому что стал усердно просить ее чтобы она вернулась к нему ну да ладно знаю вас говорила она женись на мне тогда пойду Кошелев подал докладную записку о вступлении в брак с девицей Тертышной и начальство разрешило ему этот брак между тем в укол объяснялся Елене в любви умоляя ее жить с ним она тоже искренне клялась в любви и при этом говорила ему приходи так я могу а жить постоянно нет ты женатый а мое дело женское должна я о себе подумать пристроиться за хорошего человека когда в укол узнал что она просватана то пришел в отчаяние и отравился борцом Елену потом допрашивали и она созналась я с ним четыре ночи ночевала рассказывали что недели задви до смерти он глядя на Елену мывшую пол говорил эх бабы бабы на каторгу из-за бабы пошел и тут должно из-за бабы придется кончить во Владимировке я познакомился со ссыльным Василием Смирновым присланным за подделку кредитных бумажек он отбыл каторгу и поселенчество и занимается теперь охотой на соболей что по-видимому доставляет ему большое удовольствие он рассказывал мне что когда-то фальшивые бумажки давали ему под 300 рублей в день но попался он после того уж как бросил этот промысел и занялся честным трудом о фальшивых бумажках рассуждает тоном специалиста по его мнению подделывать теперешние кредитки может даже баба о прошлом говорит он спокойно не без иронии и очень гордится тем что его когда-то на суде защищал господин Плеваку тотчас за Владимировкой начинается громадный луг в несколько сот десятин он имеет вид полукруга версты 4 в диаметре у дороги где он кончается стоит селение Луговое или Лужки основанное в 1888 году здесь 69 мужчин и только 5 женщин далее следует опять короткий промежуток в 4 версты и мы въезжаем в поповские юрты селение основанное в 1884 году его хотели назвать Новоалександровкой но это название не привилось поехал отец Симеон Казанский или попросту Поп Симен на собаках в Найбучи постить солдат на обратном пути его захватила сумасшедшая вьюга и он сильно захворал другие же говорят что он возвращался из Александровска к счастью попались айнские рыбачьи юрты он приютился в одной из них а своего возницу посылал во Владимировку где тогда жили вольные поселенцы эти приехали за ним и доставили его еле живого в Корсаковский пост после этого айнские юрты стали называться поповскими и это название удержало за собой и местность сами поселенцы зовут свое селение также Варшавой так как в нем много католиков жителей 111 95 мужчин и 16 женщин из 42 хозяев семейно живут только 10 поповские юрты стоят как раз на середине пути между Корсаковским постом и Найбучей тут кончается бассейн реки Сусуи и после некрутого едва заметного перевала через водораздельный хребет мы спускаемся в долину орошаемую Найбой первое селение этого бассейна находится в 8 верстах от юрт и называется Березники потому что около когда-то было много березы из всех южных селений это самое большое тут жителей 159 142 мужчин и 17 женщин хозяев 140 уже есть 4 улицы и площадь на которой как предполагают со временем будут выстроены церковь телеграфная станция и дом смотрителя поселений предполагают также что если колонизация удастся то в Березниках будет волость но это селение очень скучно на вид и люди в нем скучные и думают они не о волости а только о том как бы скорее отбыть срок и уехать на материк один поселенец на вопрос женат ли он ответил мне со скукой был женат и убил жену другой страдающий кровохарканьем узнав что я врач все ходил за мной и спрашивал не чахотка ли у него и пытливо засматривал мне в глаза ему было страшно от мысли что он не дождется крестьянских прав и умрет на Сахалине далее через пять верст следует селение Кресты основанное в 1885 году тут когда-то были убиты двое бродяги на месте их могил стояли кресты которых теперь уже нет или иначе хвойный лес который давно уже вырублен пересекал здесь когда-то елань в виде креста оба объяснения поэтичны очевидно название кресты дано самим населением находятся кресты на реке такое как раз при впадении в нее притока почва суглинок с хорошим налетом ила урожай бывает почти каждый год лугов много и люди по счастью оказались порядочными хозяевами но в первые годы селение мало отличалось от верхнего армудана и едва не погибло дело в том что посажено было здесь на участке сразу 30 человек это было как раз в то время когда из Александровска долго не прислали инструментов и поселенцы отправились к месту буквально с голыми руками из жалости им были даны из тюрьмы старые топоры чтобы они могли нарубить себе лесу потом целых три года подряд им не выдавали скота по той же причине по какой из Александровска не присылали инструментов жители 90 63 мужчин и 27 женщин хозяев 52 здесь есть лавочка в которой торгует отставной фельдфебель бывший ранее надзирателем в Тымовском округе торгует он бокалейным товаром есть и медные браслеты и сардинки когда я пришел в лавочку то фельдфебель принял меня вероятно за очень важного чиновника потому что вдруг без всякой надобности доложил мне что он был когда-то замешан в чем-то но оправдан и стал торопливо показывать мне разные одобрительные аттестации показал между прочим и письмо какого-то господина Шнейдера в конце которого помнится есть такая фраза а когда потеплеет жарьте таллия потом фельдфебель желая доказать мне что он уже никому не должен принялся рыться в бумагах и искать какие-то расписки и не нашел их и я вышел из лавочки унося с собой уверенность в его полной невинности и фунт простых мужицких конфет за которые он однако содрал с меня полтинник следующее после крестов селение находится у реки с японским названием Такое впадающей в найбу долина этой реки называется Такойской и знаменита она тем что на ней когда-то жили вольные поселенцы селение большое Такое существует официально с 1884 года но основано оно было гораздо раньше хотели назвать его Власовским в честь господина Власова но название это не удержалось жителей 71 56 мужчин и 15 женщин хозяев 47 здесь живет постоянно классный фельдшер которого поселенцы называют первоклассным за неделю до моего приезда отравилась борцом его жена молодая женщина вблизи селения а особенно по дороге к крестам встречаются превосходные строевые ели вообще много зелени и притом сочной яркой точно умытой флора Такойской долины несравненно богаче чем на севере но северный пейзаж живее и чаще напоминал мне Россию правда природа там печально и сурово но сурово она по-русски здесь же она улыбается и грустит должно быть по-аински и вызывает в русской душе неопределенное настроение верстие от большого Такое на реке стоит мельница построенная по приказанию генерала Канановича немцем Лаксом Катажным он же построил мельницу и на Тыме близ Дербинского на Такойской мельнице берут за помол по одному фунту муки и одной копейки спуда поселенцы довольны потому что раньше платили по пятнадцать копеек спуда или же мололи дома на ручных мельницах собственного изделия с ильмовыми жерновами для мельницы пришлось рыть канал и строить плотину в такой скажи долине в четырех с половиной верстах от большого находится малое такое на небольшой речушке впадающей в такое я не называю мелких притоков на которых стоят селения сусуйского и найбинского бассейнов потому что все они имеют трудно усвояемые айнские или японские названия вроде эку реки или фуфка саманай основа населения в 1885 году жителей 52 37 мужчин и 15 женщин хозяев 35 из них живут семейно только девятеро и нет ни одной венчаной пары дальше в восьми верстах на месте которое у японцев и айнцев называлось сианча и где когда-то стоял японский рыбный сарай находится селение Галкино в Роское или Сиянцы основанное в 1884 году местоположение красивое при впадении такое в найбу но очень неудобное весною и осенью да и летом в дождливую погоду найба капризная как все вообще горные реки разливается и затопляет сиянчу сильное течение запирает вход для такое и это тоже выходит из берегов тоже происходит и с мелкими речками впадающими в такое Галкино в Роское представляет из себя тогда Венецию ездят по нем на айнских лодках в избах построенных на низине пол бывает залит водой место для сирения выбирал некий господин Иванов понимающий в этом деле так же мало как в геляцком и айнском языках переводчиком которых он официально считается впрочем в ту пору он был помощником смотрителя тюрьмы и исправлял должности нынешнего смотрителя поселений айнцы и поселенцы предупреждали его что место тут топкое но он не слушал их кто жаловался тех секли в одно из наводнений погиб бык в другое лошадь впадение такое в найбу образует полуостров на который ведет высокий мост тут очень красиво место как раз соловьиное в надзирательской светло и очень чисто есть даже камин с террасы вид на реку во дворе садик сторожем здесь старик Савельев каторжный который когда здесь ночуют чиновники служит за лакея и повара как-то прислуживая за обедом мне и одному чиновнику он подал что-то не так как нужно и чиновник крикнул на него строго дурак я посмотрел тогда на этого безответного старика и помнится подумал что русский интеллигент до сих пор только и сумел сделать из каторги что самым пошлым образом свел ее к крепостному праву жителей в Галкине в Роском 74 50 мужчин и 24 женщин хозяев 45 из них 29 имеют крестьянское звание последнее селение по тракту дубки основанное в 1886 году на месте бывшего здесь дубового леса на пространстве 8 верст между сиянцами и дубками встречаются горелые леса и между ними луговины на которых говорят растет копорский чай когда едешь показывают между прочим речку где поселенец Маловечкин ловил рыбу теперь эта речка носит его имя жителей в дубках 44 31 мужчина и 13 женщин хозяев 30 местоположение считается хорошим по теории что там где растет дуб почва должна быть хороша для пшеницы большая часть площади которая занята теперь под пашней и по косам недавно еще была болотом но поселенцы по совету господина Ярцева выкопали канаву до найбы в сажень глубины и теперь стало хорошо быть может от того что это маленькое селение стоит с краю как бы особняком здесь значительно развиты картежная игра и пристанодержательство а в июне здешнее поселение Салифанов проигрался и отравился борцом от дубков до устья найбы остается только четыре версты на пространстве которых селиться уже нельзя так как у устья заболочено а по берегу моря песок и растительность песчано-морская шиповник с очень крупными ягодами волосинец и прочее дорога продолжается до моря но можно проехать и по реке на айнской лодке у устья стоял когда-то пост найбучие он был основан в 1866 году Митсуль застал здесь 18 построек жилых и нежилых часовню и магазин для провианта один корреспондент бывший в найбуче в 1871 году пишет что здесь было 20 солдат под командой юнкера в одной из изб красивая высокая солдатка угостила его свежими яйцами и черным хлебом хвалила здешнее житье и жаловалась только что сахар очень дорог смотри статью Митчмана Витгефта два слова об острове Сахалин кронштадтский вестник 1872 года номера 7 17 и 34 теперь и следа нет тех изб и красивая высокая солдатка когда оглянешься кругом на пустыню представляется каким-то мифом тут строят новый дом надзирательскую или станцию и только море на вид холодное мутное ревет и высокие седые волны бьются о песок как бы желая сказать в отчаянии боже зачем ты нас создал это уже великий или тихий океан на этом берегу найбучи слышно как на постройке стучат топорами каторжные а на том берегу далеком воображаемом Америка налево видны в тумане сахалинские мысы направо тоже мысы а кругом ни одной живой души ни птицы ни мухи и кажется непонятным для кого здесь ревут волны кто их слушает здесь по ночам что им нужно и наконец для кого они будут реветь когда я уйду тут на берегу обладевают не мысли а именно думы жутко и в то же время хочется без конца стоять смотреть на однообразное движение волн и слушать их грозный рев конец пятнадцатого тома полного собрания сочинений Антона Павловича Чехова издание второе Санкт-Петербург издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 год Продолжение следует Санкт-Петербург 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 Санкт-Петербург